Откуда у вас такие деньги? Он сохранил государство наше, он его создал, и он вселил в людей надежду. Отец — лучший правитель за многие века. Он лучший из того, что у нас сейчас есть. Выглядит даже лучше, чем телевидение. Дмитрий, вы срезонировали в эти новогодние праздники, вы зачитали «Рыбчинов». Расскажите, как так получилось? Знаете, мои дети, как и все остальные дети в России, слушают рэп. И у нас многодетная семья. И, конечно, нам интересно, что слушают наши дети. Рэп сейчас — это уже самостоятельная культура. Всем известно, что я не люблю русскую попсу. Я даже написал статью после клипа «Ибица», где сказал, что это не национально и не интернационально. То есть это вообще никуда. Россия нуждается в мощном культурном импульсе. Рэп как раз сейчас — это, как мне представляется, и есть тот самый импульс. Мне захотелось взять под защиту тогда хаски, который попал в трудное положение, и рэпера, в котором стали отменять концерты. И поскольку нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, то моя задача была им рассказать, что такое рэп. Ну, в таком, в адаптированном виде. И приблизить рэп к традициям отечественной культуры. Я это сделал через Маяковского и через Есенина. И мне представляется, что это и стало, этот комментарий, эта культурная страничка в моей программе, она и стала как раз поворотным пунктом в отношении к рэпу в России. Во всяком случае, в публичном отношении. Это действительно имело большой резонанс. Потом мне позвонили коллеги с хип-хоп-радио, 93.2, поблагодарили за поддержку и даже захотели сделать со мной интервью. Мне это было очень приятно. А потом, значит, такой хайп... Я скорее про резонанс, про резонанс, когда вы уже непосредственно надели кепку, треники и пошли читать на голубом огоньке. Ну, это была самая ирония такая, да, действительно. Я попробовал себя в этом жанре. И, кстати, рэперы меня поддержали тогда. И... — Это какие? — Ну, Крафтс, например. Он как раз был таким бэк-вокалом там. И какие-то показал мне приемы. Ну, это была шутка, это было... Это было выступление в юмористической программе «Мастер смеха». Но, действительно, хайп был таким большим, что он, в общем, не оставил мне варианта, кроме как объявить о том, что я сделаю рэп-фестиваль в Коктебеле. О чем я, собственно, и объявил. — Про Коктебеле и фестиваль сейчас спрошу, а вы сами сказали про Ибицу. Объясните, чем ваше новогоднее выступление отличается от клипа Ибицы? — Ну... — И то, и то пародия, и то, и то прям... — Об Ибице даже неприятно говорить, когда два народных артиста купают друг друга в экскрементах, то мне представляется это недопустимо. Даже если это пародия. Это так называемый туалетный юмор, который, в общем, никого не украшает. — Вы пригласили рэперов на фестиваль, который вы планируете провести либо параллельно, либо после своего джазового фестиваля в Коктебеле. — Да. — Пара вопросов. Во-первых, согласился ли кто-нибудь уже? — Да, согласились. — А кто? — Знаете, у нас такая история, что, с одной стороны, согласились, а с другой... Ну, во-первых, Крафтс назвал, и Крафтс — арт-директор этого фестиваля. Вот. И у нас есть line-up на этот фестиваль, но у нас есть такой печальный опыт, как и с джазовым фестивалем. Но только джазменам запрещает приезжать туда госдеп, который пишет письма, если мы объявляем заранее, то он пишет им письма. Например, такая история была с замечательным трубачом Артура Сандавала, кубинского происхождения, американец, ветеран джаза, прекрасный трубач. По-моему, даже Грэмми у него есть. И когда мы его заявили в Коктебеле, то он получил письмо, и он нам его прислал, о том, что Государственный департамент США не рекомендует ему выступать на этом джазовом фестивале в Крыму, в Коктебеле. Иначе будут fines — штрафы, and penalties — наказания. Мы это письмо потом продъявили на пресс-конференции журналистам. Так что вот такие истории. С Рэп-фестивалем происходит тоже нечто... Да, то есть американцы политизируют это событие. Если раньше в Советском Союзе ты играешь джаз, сегодня ты играешь джаз, а завтра Родина продашь, то сейчас — это уже американская пословица. Они запрещают играть джаз, а не мы. Что касается... Хотя никакой политики в этом фестивале, конечно, нет. Я его основал в 2003 году, когда еще там была Украина. Вообще никакой политики. А сейчас политизируется... Политика там есть. Владимир Путин бывал среди гостей этого фестиваля. Путин был в отпуске. Он не был как политический деятель, он был как любитель джаза. Он сам говорит, я люблю джаз. Вот. И туда прилетели. Путин любит джаз? Да. Он говорит, я люблю джаз. Я правильно понимаю, что... И он сам играет джаз. Вы же знаете, он играет в Blueberry Hill. Помните? Он играл сам на рояле. Это все известно. То есть вы будете line-up не светить до последнего? Не знаю. Пока я думаю, что мы заявим кому-то, когда у нас будут твердые контракты, и мы будем уверены. Потому что сейчас именно этот фестиваль опять начинает политизироваться. Говорят, что вот там пропагандисты — это все. Ну, вы сами все знаете, что говорят. Вы сказали, что фестиваль проводится на Нудистском пляже. Это так? Ну да, конечно. Там огромный старейший нудистский пляж Советского Союза. Дело в том, что в Коктейбе... Ну, и джазовый фестиваль тоже проходит на Нудистском пляже. Дело в том, что Максимилиан Волошин, поэт и художник Серебряного века, считается дедушкой русского нудизма. Он полагал, что одежда делает человека более сексуальным, поэтому нужно ее снять и думать о возвышенном. Вот. Отсюда, значит, поэтому у него такие солярии на крыше его дома, где гости, в общем, весь Серебряный век, голышом, так сказать, соединялся с природой. Ну, и нудистская традиция там была всегда в Коктейбеле, в том числе в Советском Союзе. Она сохранилась. — Объясните, что там прикольного? Я с детства, когда знавал о таких местах, я всегда думал, что... Ну, когда богема Серебряного века где-то у себя на террасе так загорает — это понятно, это такая часть жизни, это, в общем, вполне интимно. А когда незнакомые люди, далеко не всегда красивые, приходят и все части своего тела подставляют под солнце. В чем кайф? — Ну, я не посетитель нудистских пляжей, как вы догадываетесь. Вот, и для меня тоже это сомнительное удовольствие. Но это распространено во всем мире — в Германии, например, и так далее. Поэтому, ну... — Не, ну вы же местный, вы живете рядом, вы проводите там фестиваль, вы... — Ну, я не хожу на нудистский пляж, там же не только нудистский пляж, там есть и ненудистские пляжи. И вообще там не хожу на пляж. — Я просто как раз хотел спросить, в какой компании вы туда ходите, раз вы там проводите фестиваль. — Нет, мы проводим там фестиваль на... Это просто географическое обозначение, что мы проводим на нудистском пляже. На время фестиваля там на этой территории все одеты. — Ну, тогда не совсем честная приманка. — Почему? — Ну, я-то завелся как раз потому, что думал, что там действительно нудистский пляж — это новый культурный слой для изучения. — Нет, часть пляжа там остается нудистской, и в дни фестиваля, так сказать, нудисты там с холма юнги смотрят и... Так что добро пожаловать! — Вообще мы очень критично относимся к своей работе, но есть одна вещь, которая раздражает особенности, из которой я пока ничего не могу сделать. — Слышал то, что у себя казалось то, что... — Он объяснял то, что... — Если почитать то, что... — Избавиться от словесного мусора и конструкции вроде «говорит то, что...» — Это то, что я загадал себе на новый сезон в «Дудяк». Ну а убирать мусор и пыль дома, в офисе или в тех местах, где мы часто снимаем, мне поможет один очень умный девайс. Робот-пылесос от Philips Smart Pro Easy — отличный ассистент для дома или офиса, когда нет времени на ежедневную уборку, а хочется, чтобы было чисто и свежо. Вот главное, что нужно знать про этот девайс. Он проводит сухую и влажную уборки одновременно, собирая даже самую мелкую пыль. Робот оснащен 23-мя интеллектуальными датчиками, которые анализируют обстановку и выбирают оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Благодаря квадратной форме и боковым щеткам хорошо чистит углы. Ультра-тонкий корпус позволяет делать уборку даже под мебелью. Смотрите, как он заберется под этот шкаф. Есть очень удобная функция составления расписания на 24 часа. Вы знаете, когда вас не будет дома, заводите таймер, и он убирается, пока вас нет. Аккумулятора хватает почти на 2 часа автономной работы. Ну и самое главное, кататься на этом роботе обожают коты. Вот посмотрите, как кайфует панда, любимая кошка нашего императора монтажа Димона. Если прямо сейчас вы перейдете по ссылке в описании, там вы найдете промо-код и сможете купить вот этого красавца на 3000 рублей дешевле. Переходим на eldorado.ru, покупаем и убираемся по-новому. Смотрите, Дмитрий, я не хочу, в отличие от большинства своих коллег, говорить с вами про сердца геев, которые вы предлагали сжигать, и про… С удовольствием. Радиоактивный пепел. Во-первых, вы про это говорили много. Во-вторых, меня интересует другое. Вы по-прежнему фронтмен политического телевидения России. Я вроде как ваш коллега, но молодой и в политике не так глубоко. Тем не менее, у меня есть вопросы, совершенно простые политические, которые меня интересуют. Они могут казаться глупыми, могут казаться каким-то еще. Я более-менее все интервью хотел бы такие вопросы вам сегодня задавать. Без пепла и сердец геев. Хотите, можете и с пеплом, и с сердцами. Ну, зачем просто проговаривать то, что вы уже 300 раз проговаривали? Смотрите, я посмотрел… Нет, все до кого-то все не дошло. Я смотрел последний выпуск «Вести недели», и у меня появилось желание поговорить про два сюжета, которые там были. Во-первых, сюжет про Венесуэлу, откуда рапортовал ваш военный корреспондент. В этом сюжете вы рассказали, что в Венесуэле происходит переворот, что там появился президент самозванец, которого поддерживают Соединенные Штаты Америки, что нынешний президент Мадуро, в общем-то, хороший парень, помогает бедным, и его службы развозят по окраинам продовольственные пакеты. Ну, еще была местная журналистка, которая сказала, что американцы уже ввели цензуру в Венесуэле. Для начала, вы довольны этим сюжетом? Да, я доволен, потому что Степаненко, наш корреспондент там, это военный корреспондент, и он рассказывал то, о чем видит. И, кстати, там был интересный момент, что весь, так сказать, западный продвинутый цивилизованный мир не показывает митинги в поддержку Мадуро, искажая тем самым пропорции происходящего в Венесуэле. Ну да, про это как раз журналистка говорила. Да, журналистка говорила об этом, да. Смотрите, но в этом сюжете не было ни слова про то, что в Венесуэле минимальная зарплата и пенсия — 11 долларов. Что после того, как умер Чавес, инфляция — несколько миллионов процентов. Что за последние три года три миллиона граждан Венесуэлы уехали из страны от голода. А три миллиона Венесуэлы — это 10% населения. То есть примерно как из России, не приведи бог, уехало бы 15 миллионов. Не было ни слова, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти, а граждане президента Мадуро реально голодают. И тоже не было ни слова, что Россия постоянно поддерживает Мадуро, до этого поддерживала Чавеса, и в итоге за последние годы ввалила туда 17 миллиардов долларов. Объясните, почему про это не было ни слова? — Во-первых, это всё известно, и об этом говорится на отечественном телевидении. Например, в программе «60 минут» всё это подробно было рассказано. Просто действительно в Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом. Поэтому говорить, как плохо живёт Венесуэла, в данном случае я считаю, что было неуместно, потому что, да, это не самая богатая страна. Украина тоже плохо жила при Януковиче. Сейчас, после госпереворота, стало жить ещё хуже. Это такие популистские вещи, которые страну ввергают в ещё более тяжёлую, даже безнадёжную ситуацию. То есть я не поддерживаю госперевороты. — Смотрите, а вы не представляете, что есть люди, которым не смотрят программу «60 минут», которым совершенно не сдались ни её ведущие, ни её риторика, они ждут Дмитрия Киселёва как единственного источника информации после трудовой недели услышать, что же там в мире происходит. И вы ни один из этих фактов не приводите. — Ну, нельзя привести все факты. Информация — это всегда её отбор. Вы не можете рассказать всё о, так сказать, Венесуэле. — А то, что эти факторы вы не выбрали, вы просто считаете их незначительными? — Я считаю их, в данном случае, несущественными для госпереворота. То есть важно было показать, что в стране возникло двоевластие. Оно губительно, и я абсолютно убеждён, что Венесуэла от этого лучше жить не станет. — Окей. — Это действительно большая драма для страны. — Ещё один вопрос от человека, который не так глубоко в политике, как вы. В 2013 год мы даём 3 миллиарда кредита Украине. Через несколько недель происходит переворот. В 2014 году мы списываем 31 миллиард долларов в Кубе. И совсем скоро Куба впервые за долгое время начинает устанавливать добрые отношения с Соединёнными Штатами. И Куба начинает поворачиваться в сторону Соединённых Штатов Америки. За последнее время мы отдали Венесуэле 17 миллиардов долларов кредита. В том числе в последние годы часть из него была отдана. И в Венесуэле происходит переворот. Не кажется ли вам, что руководство нашей страны делает что-то не так? — Понимаете какая штука, что вы пытаетесь связать кредит с переворотом? — Нет, я пытаюсь связать… не в коем случае. Деньги, на которые я тоже имею основания, поскольку я налогоплательщик нашего государства, отдаются кредитами в государство. По сути, эти деньги сжигаются в Шрёдере. Мы даём кредит, рассчитывая на какие-то добрые отношения. А там происходит переворот, и страны от нас отворачиваются. И рассчитывать на возврат этих кредитов либо тяжело, либо невозможно. — Как мне представляется, в вашем вопросе содержатся ложные утверждения. Куба от нас не отвернулась. Это первое, кстати. Куба поддержала российскую позицию сейчас по Венесуэле. — Но Куба при этом всё равно… — Нет, она абсолютно не отвернулась. И вы не можете назвать ни одного факта, что она отвернулась от нас и стала занимать проамериканскую позицию. Они, так сказать, попытались открыть… Открыли американское посольство. Это, так сказать, гадюшник, который будет работать против них. И на этом обожглись. — Не факт. По крайней мере, до этого момента Куба была нашим союзником, союзником, союзником. А сейчас, возможно, разные варианты. — Ну ничего, она наш союзник. — Хорошо, если вам не нравится схема с Кубой, тогда объясните мне про Украину и Венесуэр. — Про Украину. Мы эти деньги не сгорели. Это евробонды, которые к нам вернутся. И мы, я уверен, получим их обратно. То есть они даны на очень твёрдых условиях. Что касается Венесуэлы, то я считаю, что наша инвестиция в эту страну. И пока я ещё не вижу, что Венесуэла от нас, собственно, отвернулась. Поэтому от ваших трёх аргументов не осталось ни одного. — То есть… — От ваших трёх примеров, да. — Проявились оценочные суждения всё-таки сейчас? — Нет, не оценочные суждения, а просто факт. Евробонды — это не оценочное суждение. А Куба тоже… Вы не можете привести ни одного факта, когда бы она дурно привела себя по отношению к России. — То есть руководство всё делает так? И мои деньги не сгорают в печке? — Ну, это такие же ваши деньги, как и мои. Они не сгорают в печке. — Окей. Второй сюжет, который меня заинтересовал в последней программе, он был с Курильских островов. Тоже уточним, этот сюжет вам понравился? — Мне очень понравился, потому что наша корреспондентка оказалась на острове Шикотан, туда вообще мало кто добирается, и показали реальных людей. — Так, отлично. Смотрите, что было там? Я конспектировал. Рост рыбной промышленности, оперный певец, который приехал отдыхать на… ну, путешествовать. Заехал на Курилы и дал бесплатный концерт. Меня, правда, смутило, что ни одним планом не показали зрители этого концерта. Ну, окей. Там прозвучала фраза «Так многих приезжих удивляет развитая островная инфраструктура». И также было сказано, что за последние два года на острова переехало 74 человека. Правда, меня тоже смутило, что не было сказано, сколько за эти два года уехало оттуда. В этом репортаже не было про Курилы. Репортаж был вызван актуальной повесткой. нашей переговоры по поводу Курильских островов. Не было ни слова про остров Итуруп. Вы когда-нибудь слышали про поселок, который называется Горное? — Дело в том, что репортаж с острова Итуруп у нас был в предыдущей программе. А сейчас это был репортаж с острова Шикотан. — Так. — Да. Там, как известно, четыре… Речь идет о четырех островах. Итуруп, Хабама, Шикотан и Кунашир. Так что в данном случае репортаж был об острове Шикотан. — Был ли в репортаже про остров Итуруп что-нибудь про поселок Горное? — Я не помню, как это называется, но мы делали репортаж с этих островов. — Нет, все-таки мне принципиально было ли там… — Я сейчас точно не могу вспомнить, Горное это называется или нет. Для меня было важно название острова. — Понятно. Ну смотрите, что такое поселок Горное? Почему я так к ним прицепился? Поселок Горное — это военный городок, в котором сейчас из тридцати домов многоквартирных, не частных, многоквартирных домов жилы меньше половины. Это поселок, куда иногда дороги не бывают в течение двух месяцев. То есть люди в течение двух месяцев отрезаны от всего, в том числе от скорой и медицинской помощи. Учителей не хватает. Один человек преподает и рисование, и музыку, и физику, и все остальное. Почему программа «Вести неделю» не показала такие Курильские острова? Они тоже есть, и там тоже живут наши с вами люди. — Мы показали такие. По-моему, даже из Горного у нас и был репортаж. Мы показали и такие острова, и, например, сказали, что на Шикотане нет ни одного квадратного метра асфальта. Ну, к примеру, в этом репортаже. — Вы сказали, что там нет асфальтовых дорог. — Да, там нет асфальтовых дорог. Там нет асфальтированных дорог. — Это было скользко. — Это было очень скользко. — Вот это ваше оценочное осуждение. Мне кажется, что мы показали это все очень внимательно. Мы не скрываем, что на Шикотане и на Итурупе жизнь и качество жизни не самое лучшее. Но в то же время мы сказали, что сейчас там принята программа объемом 11 миллиардов рублей, которая будет, так сказать, развивать эти острова. У нас действительно много еще медвежьих углов в России, и мы не утверждаем, что у нас везде очень сладкая жизнь. — Но, тем не менее, вы не уверены, что показали горное, да? Ну, вы сами сомневаетесь. — Я просто не помню название. Это такая... — Там был хоть один кадр заброшенного дома? — Мы показываем заброшенные дома и, в общем, несладкую жизнь там. Но, тем не менее, наша задача была показать людей, которые верят в свое будущее на этих островах. И наша задача была показать семьи, которые планируют остаться на вот этих российских островах и жить там, где они сейчас живут. — Финальная повесть тем недели. — Почему ни в одном выпуске после Нового года не было ни слова про повышение цен? А эта тема волнует всех — и в аэропорту Шереметьево, и у магазина «Пятерочка», и более-менее везде, где я каким-то образом обитаю, обитают мои знакомые. — Ну, это, собственно, не является новостью, да, в данном случае. И мы рассказываем об экономике на России достаточно прямо. И я сам говорю в эфир, что основная проблема, как мне представляется, России — неспособность пока найти ключи от нашего экономического роста. Поэтому я здесь не вижу какой-то… Мы регулярно рассказываем об экономике и приводим цифры и неудовлетворительного роста, роста, так сказать, и цен, и… — Неудовлетворительного роста, я уточню, неудовлетворительного роста или падения экономики? — Нет, мы говорим, если есть падение, то мы говорим о падении, если… — А сейчас падение или рост? — Нет, сейчас рост. — Сейчас рост? — Сейчас рост, да. — А на чем основана вот эта гипотеза? — Это не гипотеза, это данный рост стата. Сейчас у нас есть экономический рост более 1%. Поэтому это не гипотеза, да. — Тогда объясните мне, если экономический рост, почему растут цены? Почему людям покупать вещи дороже? Яйца, автомобиль, бензин? — Это связано… — Я сам не экономист, я выпускник филологического факультета. И я думаю, что при экономическом росте тоже могут расти цены. Не всегда экономический рост связан с падением цен. Наивно было. — Нет-нет-нет, я не про это. Людям теперь тяжелее купить десяток яиц, чем было раньше. Это экономический рост? — Ну, это не связано с экономическим ростом. Я думаю, что… Вы говорите про эти девичь яиц, что… — Нет, я вижу, что яйца подорожали на 5%. Ну, что-то подорожало на 5%, что-то подешевело. — Что-то подешевело? — Я не экономист, и меня делают это экономические обозреватели. Я думаю, что это не, так сказать, драматичная проблема. И рост цен недраматичен сейчас в России. — А недраматичен для кого? — Ну, для большинства людей подавляющих. Для подавляющих населения России. Не драматично. — Ну, просто зафиксируем в финале темы. Вы же признаете, что вы ни разу не говорили про повышение цен именно после Нового года? — Как раз, когда они все… — У нас прошло две или три передачи после Нового года, да. И они не так. То есть не надо обманывать людей. Цены не взвелись вот так. Кстати, мы ни разу не рассказывали о росте пенсии, который обозначился с этого года. Это небольшие проценты, это ползучая история. Я не вижу какой-то драмы здесь. — Не кажется ли вам, что это для нас с вами, людям, которым повезло зарабатывать хорошие деньги, не драма, а для людей, живущих на Итурупе в Кемеровской области, Магаданской области — это значительное повышение? — Ну, понимаете, какая штука. Я говорю, что это не драма. То есть это повышение реально незначительное. И оно не драматичное. То есть вот это оценочное осуждение. Оно неприятное, но не драматичное. — Вам, если я ничего не путаю, 64 года сейчас. — Да. — И по старому закону, как я понимаю, вы могли выйти на пенсию в 60 лет. Вы вышли на пенсию? — Я забыл выйти на пенсию и вышел в 62. Да, я имею право бесплатного проезда в метро. — А вы испытывали какие-то чувства, когда вы ходили на пенсию? Ну, то есть когда, я не знаю, как это оформляется, но… — Никаких. Я абсолютно… Я говорю, что я даже забыл это сделать. И в 62 оформил пенсию себе. — Какого она размера? — Моя мама… — Вы, вот смотрите, можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? — Ну, я не вижу поводу сейчас это делать. — Ну, то есть, видите, у вас есть свои ограничения, не правда ли? — Да. — Да. Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. — Даже о размере пенсии? — Даже о размере пенсии. Ну, просто джентльмены о деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в царской России, ни в советские времена, ни сейчас в приличном обществе на Западе. То есть, если вы планируете считать какие-то деньги мои, то я бы не видел в этом достаточных оснований, как вы говорите. — Вы почему сказали о приличном обществе на Западе? Почему именно на Западе, а не у нас? — Ну, нет, я говорю, и в царской России, я сказал, и в советские времена, и в приличном обществе на Западе. Ну, даже, скажем, в Англии есть такая, или в английском постовице, джентльмены о деньгах не говорят. Тем не менее, коротко. Вы поддерживаете пенсионную реформу. Я ничего не путаю. — Ну, просто в России нет других вариантов. — Тогда объясните мне, опять-таки, как неопытному человеку, следующую штуку. Вот как я складываю это себе в голове? Средняя продолжительность жизни российского мужчины — это 67 лет. На пенсию теперь надо выходить, можно выходить в 65 лет. Вот объясните, почему такая схема — не грабеж населения государством? Я не могу сложить одно с другим и понять. — Я, собственно, объяснял это в эфире. Действительно, это неприятная история. Но средняя продолжительность жизни российского мужчины такова, потому что часть из нас, из мужчин, умирает рано. То ли по пьяни, то ли потому что не пристегнуты ремешком, то ли из-за нарушения техники безопасности, то ли из-за вредных привычек и умирает, так сказать, в молодые годы. Если статистика говорит о том, что если мужчина дожил до 50, то у него уже большой шанс дожить и до 70. То есть люди в предпенсионном возрасте, если они даже не уничтожили себя раньше, то они тогда спокойно выйдут на пенсию и будут наслаждаться внуками. — Объясните, почему это не грабеж? Я не очень понял. — Потому что… — Вы сейчас объяснили с позицией вообще другой. — Нет, я объяснил с демографических позиций, и это не, собственно, не является грабежом, потому что человек поживет на пенсии. Мужчина поживет на пенсии. И мне кажется, что мы в абсолютно мировом тренде с пенсией. У нас повышается средняя продолжительность жизни. И я думаю, что это нормально, что я, например, мне 64, ну вот сейчас 65, что я должен пойти на пенсию. Наверное, нет. — Вы привели пример, почему мужчины не доживают. — Да. — Это пьянь, это не пристегнутые ремень в автомобиле. — Нарушение техники безопасности, драки, вредные привычки и так далее. — Почему вы не приводите… — Общее презрение. — Нет, общее презрение. — Презрение к смерти вообще нашим. — А почему вы не говорите о суровых условиях жизни, которые есть в некоторых регионах нашей страны? — Ввиду климата, ввиду тем, чем занимаются в этих регионах. — Да. Просто даже в суровых условиях нужно следить за собой. — В качестве уточнения по этой теме вы были в Челябинске? — В Челябинске никогда. — Вы никогда не общались с людьми, которые работают на местных производствах? — Нет, я много ездил по стране, но именно в Челябинске я не был. Я был, так сказать, в разных городах и весях, и специально даже ввожу своих детей показать, как люди живут в Якутске, во Владивостоке, на Камчатке, в Архангельске и так далее. То есть я представляю себе… — Я понял, да. Смотрите, прошлым летом ваша жена Мария Киселева написала очень резонансный текст о том, что пенсионная реформа — это хорошо. Вам понравился этот текст? Вы согласны с доводами, которые там были? — Да, мне очень понравилось. — Тогда несколько уточнений тоже вот с моей абсолютно чайниковской колокольни. Первое. Цитата. «Для многих жизнь — это бездумный забег между иждивенчеством в родной семье и государственным иждивенчеством». Смотрите, насколько я знаю, пенсия — это та штука, которая собирается из части налогов, которые все мы платим на протяжении всей своей трудовой карьеры. Почему тогда ваша супруга назвала это иждивенчеством? — Она же не пенсию называла иждивенчеством. — А государственное иждивенчество — это что? — Нет, подождите. Это когда… То есть вы здесь, Юрий, подменяете понятия. То есть Маша говорила именно о государственном иждивенчестве, когда люди рассчитывают на то, что государство им все даст, и сами недостаточно активны. К сожалению, у нас есть такая еще советская инерция, расчет на государство на большее, чем государство может дать. И вот это ожидание, что государство там что-то даст, вот это и есть иждивенчество. Ну, например, у нас недостаточная активная трудовая миграция внутри страны. То есть, казалось бы, жизнь там, где работа. Но человек будет оставаться на месте в каком-нибудь уже депрессивном заброшенном городке, закрытом, где уже нет никаких, так сказать, трудно найти перспективу, и человек не будет считать, что ему все должны, и он там останется. И, в общем, вот это, я считаю, иждивенчество. Либо, например, неготовность сменить профессию, пойти освоить какие-то новые знания. Даже если человек… Я понимаю, если человек болен, либо немощный, либо отягощен проблемой. Но даже те, кто… И мы видим такие примеры. Даже те, кто способен получить образование и способен взять свою судьбу в свои руки, почему-то этого не делают. Вот Маша писала об этом. — То есть вы утверждаете, что государственным иждивенчеством она назвала не пенсию? — Нет, конечно. — Второй вопрос, который у меня возник. — А вы почему-то, так сказать, утверждаете обратно. Зачем вы это делаете, мне совершенно непонятно. — Я читатель этого текста. Я утверждаю то, что я… то, как я интерпретировал, прочитав это. — Ну, это ваша интерпретация, а этого из текста не следует. Понимаете, это злокачественная интерпретация. Ну, как бы это никого не украшает. — Второй вопрос, который у меня возник, пока я читал этот текст. Я правильно понимаю, что Мария писала его, находясь в квартире на Цветном бульваре? — Той самой, которая стоит 160 миллионов рублей. — Я не знаю, где она писала. Может, она писала на работе? — То есть вы не знаете, где она находилась в это время? — Ко мне это несущественно, абсолютно. — Расскажите, пожалуйста. Это мне дает покоя те самые пару лет, что об этом стало известно. Почему вы решили приобрести квартиру в жилом комплексе «Легенды Цветного»? — Мы жили же 50 лет за городом. — В Королеве? — Да, в Королеве. На участке моих родителей. И там родились наши дети. А потом, когда… Ну, естественно, что мы… Дети взрослели, и мы хотели переехать в Москву. И когда у меня появилась неожиданно совершенно еще вторая работа в агентстве, то этот вопрос стал острым. Нужно было ездить. И мы переехали из деревни в город. — Квартира в этом жилом комплексе. Я каждый раз, когда снаружи прохожу… Ну, а это довольно модное место у молодежи. Все, что там… — Нам тоже нравится. — Все, что происходит вокруг. И когда я на Циане смотрю, сколько они стоят, а стоимость 160 миллионов для 200 квадратных метров — это даже дешево сейчас. Сейчас она стоит дороже. Мне интересует вопрос, что там есть за эти деньги? Что? Бомбоубежище? Какие-то самоготовящиеся кухни? Что там? — Для нас определяющим было само место, потому что оно находится между телевидением и агентством. Вот этот треугольник, и он сориентирован на север, на Ярославское шоссе, к королю, к нашей теперь уже даче. — Когда вы покупали ее, это по договору 2014 год, она в долларах стоила 4,5 миллиона долларов. Откуда у вас такие деньги? — Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых «Мерседесов» в Москве. — Это в каком году? — Это был 90-й год тогда. И я сделал фильм «100 дней президента Горбачева». Мы сделали с моим коллегой Гердом Роге. Это знаменитый немецкий телевизионный журналист, который в годы Великой Отечественной дошел до Сталинграда в качестве солдата Вербахта. А потом попал в плен, выучил там русский язык, испытал личное чувство вины за вот это все большое преступление, совершенное Гитлером в России. И во многом именно позиция Герда предопределила, тогда еще интернета не было, предопределила раскаяние Германии перед Россией, вот такое как бы теплое отношение немцев. То есть Герд сделал эту работу. И мы с Гердом сделали фильм советско-германский «100 дней президента Горбачева». Тогда Горбачев стал президентом, и это была моя идея. Ну, если стал президентом 100 дней, значит, тогда давайте мы оценим. — Так. — Вот. И на сотый день Горбачев дал интервью для этого фильма, и нашим условием было то, что премьера будет одновременно в Советском Союзе и в Германии. И это было соглашение между ГОСТ и радио СССР и АРД, первым немецким телевидением. В соглашении, это было большое соглашение, в соглашении было сказано, что сценарий будет немецким. Потом было заключено маленькое соглашение между мной и АРД о том, что немецкий сценарий напишу я. И я написал большую часть этого сценария. Герт взял внешнеполитические блоки, я взял внутриполитические. Мы смонтировали фильм в Германии, и я получил огромные деньги тогда. Ну, мне хватило на «Мерседес» и на то, чтобы построить коробку дома, в котором мы, собственно, в Королеве живем, где выросли наши дети тогда. И, естественно, я заплатил налоги, и, в общем, жизнь совершенно преобразилась. То есть я просто к тому, что… И потом я работал и с западными компаниями, и с французским телевидением, и с японским, и с NHK, и с АРД. И, в общем, я себя достаточно уверенно чувствовал всегда. Всегда зарабатывал хорошие деньги. Но квартиры в Москве у меня не было. Понятно, что мы… Потом я уехал на Украину, на Украине был прям-таки по тем временам космический контракт. Я был первым российским журналистом, который работал на Украине. Естественно, что какие-то деньги у меня сохранились. А потом мы уже… Уточни, космический… Космический контракт. Это полмиллиона долларов будет. Да. Мы не уточняем цифры. Я… или вы решили все-таки предъявить свое, так сказать, хозяйство. У меня, так сказать, нет оснований сейчас что-то считать на счетах. У нас практически сейчас нет в семье сбережений, поэтому все, что мы заработали, мы вложили в жилье. И мы… Тогда часть у нас была денег, потом я взял кредит, и мы купили эту квартиру 200 квадратных метров. Вы взяли ее в кредит? Да, у меня был кредит. А в договоре, который был опубликован, этого не указано? Почему? Я же взял в банке кредит. А почему здесь… Это же договор… Это же… Я же не взял кредит у застройщика, я взял кредит в банке. И банк заплатил эти деньги, а банку я остался должен. Смотрите, в любом случае, правильно ли считать, что вот эта квартира и дом в Коктебеле, про который пару вопросов еще задам, вы работник государственных компаний сейчас российских? Ну, сейчас, да. Я ничего не путаю. То есть, в целом, вот в этой квартире источником вашего нынешнего благосостояния вполне можно считать граждан России, которые вот этот самый бюджет и формируют. Почему? Я же вам сказал, что я работал в частной компании на Украине, где у меня был космический контракт. А, то есть это украинские деньги? Ну, мы же говорили об этом. Вы пропускаете что-то? Нет-нет-нет, я не знал, что все деньги, которые вы привезли с Украины… А я же сказал, что все. Но часть денег — это деньги России сегодня и ВГТРК. Да, мы же говорили. Да, у меня высокая официальная зарплата. У вас есть дом в Коктебеле. Какие у вас отношения с соседями? Очень хорошие, у нас даже нет забора. Мы, наверное, единственный дом в Крыму, вокруг которого нет забора. У вас живая изгородь, да, катки с… Да. Нет, у меня нет каток, у меня просто живая изгородь, поставленная в землю. В курсе ли эти соседи, что дом может на них рухнуть, как мы узнали из текста строителя, архитектора Владимира Мазульна, который участвовал в строительстве этого дома? Юрий, я даже, честно говоря, думал о вас лучше после того, как вы сейчас сказали, что он архитектор. Он не является архитектором. У него нет архитектурного образования у этого человека. Давайте тогда точнее, чем он занимался на стройке вашего дома? Да, да. Понимаете, он занимался организацией строительства пристройки. Вот. Этот проект был с осени 2015 года до весны 2016. За полгода мы там сделали пристройку. Поскольку наши дети выросли, то им понадобилось жизненное пространство. Поскольку у нас вот Костя и Варья, его младшая сестра, они жили в одной комнате. Площадь 9 квадратных метров. На двухэтажной кровати железной из Икеи. Поэтому им нужно было пристроить по комнате. Что, собственно, мы и сделали. Ну, я не рекламирую Икею. Поэтому мы это и сделали. Но он не является архитектором. Архитектор там Валентин Филиппов и Дмитрий Овчаров. Вот это два архитектора. — То есть, по сути, Мазулин был прорабом? — Ну, да. — В чем проблема? — А почему вы говорите, что дом должен упасть? Я что-то не понял. — Текст, который был опубликован в издании «Город-24». В этом тексте говорится, что он стоит в потенциально сейсмически опасном месте. И если вдруг что, он может сползти вниз. — Весь Крым, Юрий, он — потенциально сейсмически опасное место. Весь Крым просто вообще. — Да. — И для Крыма, как и для Сочи, характерны оплозни. То есть, там с этим живут. Для этого существуют противоползневые мероприятия. Сваи, подпорные стены и так далее. То есть, это рутина. Мы эти мероприятия провели, и есть, так сказать, расчетный проект, который гарантирует того, чтобы кто-то куда-то сполз. Вот и все. А Мазурин, он не является специалистом в этом деле, и он не отвечал за эти мероприятия. Он мошенник, который таким образом решил вымогать деньги. Но, к сожалению, люди, пользующиеся известностью, с этим иногда сталкиваются. Вот с этим столкнулся и я сейчас. Ну, наверное, ничего не получится. — Почему он вымогает деньги? Вы не заплатили ему? Вы заплатили недостаточно? — Нет, я заплатил все, о чем мы договорились. Просто это человек, который скрывается от судебных приставов. Вот, еще до встречи со мной это все зафиксировано. Можно посмотреть на официальном сайте судебных приставов, кто не платит там долги, кредиты и так далее. Ну, человек проходимец, ну что делать? — Как он попал к вам на стройку? — Ну, он по рекомендации попал, и, к сожалению, эта рекомендация оказалась ненадежной. — Суд Королева обязался выплатить ему все-таки 2,5 миллиона рублей. Будете ли вы это делать? — Суд Королева, к сожалению, принял неправомерное решение. Он даже не ознакомился, что меня очень удивило. Я никого ни о чем не просил в Королеве, но, тем не менее, наверное, кто-то попросил в суд. И он даже не ознакомился, даже не прочел пояснения с моей стороны. Удалившись на совещание на 20 минут, оставив, так сказать, нечитанные десятки страниц текста, суд вынес такое решение. Ну, я опротестую, естественно, его. И я думаю, что этот, так сказать, эпизод, как позор отечественного правосудия, мы отменим просто это решение суда. — Вас удивила такая работа суда? — Да, очень удивила. — Как вы думаете, по другим судебным делам наши суды могут работать так же? — Ну, это просто частный пример. И я думаю, что проблемы с правосудием есть везде, потому что везде приняты апелляции. Ну, как бы это нормальная судебная... — Везде в России, везде в мире? — Везде в России, везде в мире. Ну, так сказать, апелляция — это же не только российская практика, это нормальная история. Пока это решение, оно не носит обязывающего характера, оно не вступило даже в силу. И у нас есть право на обжалование, мы обжалуем в Московском областном суде. И я надеюсь, Московский областной суд, он погрузится в тему. — А как вы считаете, в России... — Изучит документы. — В России сейчас честный суд? — Конечно, я считаю, что да. — Тогда о ситуации в этом самом здании «Город-24». Вышла публикация, в котором как раз про дом, которому угрожает оползань, было рассказано. Газета вышла в печать, но уже к вечеру тираж пропал. И, как утверждает Мазурин, вы оказали давление на главного редактора издания Елену Войтову, заставили выкупить ее весь тираж. А потом Войтова была уволена. Почему вы так сделали? — Юр, вы... До сих пор я считаю, что вы готовитесь к интервью. На самом деле, вы сейчас выглядите абсолютно неподготовленными. — Да. — Потому что эта история уже была описана, и к ней вернулись. И вы могли бы, например, позвонить главному редактору Елене Войтовой и... Ну, в процессе подготовки поинтересоваться, что же там все-таки произошло. А потом уже ему не задавать вопросы. Ну, поскольку вы этого не сделали, то... Я вам расскажу эту историю. Дело в том, что я не просил никого и не звонил никуда в эту газету. И до этой истории с Еленой Войтовой я не был знаком. Я узнал от, опять же, Мазурина, который, оказывается, обманул всех, что Елену Войтову уволили. А оказывается, ее не уволили. Потому что я позвонил после этой новости от Мазурина, абсолютно фейковой, и вот которым тоже вы пользуетесь этой фейковой новостью, и сейчас пытаетесь распространять через свои утверждения. Главному редактору, вернее, владельцу, учредителю этого издания, это местный депутат Феодосийский, и спросил, а что у вас, так сказать, вы там увольняете вообще редактору? Пожалуйста, не увольняйте ее, эту, так сказать, несчастную девушку. Выяснилось, что он ее и не увольнял. У нее есть родственники на Украине, ну там же разделенные семьи, и она должна туда ездить, она должна сохранить украинский паспорт. И она по соображениям своей, ну как бы, личной безопасности не хочет светить то, что она работает в российском издании, тем более главным редактором. Потому что это может доставить проблемы ей и ее семье. И для этого ей как-то, она там, на каких-то временных договорах была пересменка какая-то между этими договорами. Но Лена Войтова прекрасно работает до сих пор и, так сказать, дай Бог здоровья. — Вы делали что-лим, что-нибудь, чтобы текст не выходил? — Нет, я ничего не делал. — А как так получилось, что он в итоге там был заменен на этот материал? — Я не отвечаю за все российские газеты. Точно, совершенно. — Вы не прикладывали до этого никаких усилий? — Нет, я никаких усилий не прикладывал. Вы просто позвоните, уточните в эту, так сказать… — Но с владельцем газеты депутатом вы знакомы? — Я познакомился после этой истории уже. Да, я просто позвонил и попросил ему, я даже не знал, какой-то Максим, но я с ним ни разу не встречался. Поэтому я позвонил ему после этой истории. Просто нашел специальный телефон, чтобы взять под защиту эту журналистку. — Финальное про ту ситуацию. В том тексте, который и вышел, и не вышел одновременно, было сказано, что «Вилла» стоит 200 миллионов рублей. Насколько это правда? — Ну, это не правда, это ложь просто, и все. Поэтому… Ну, это не так. — Во сколько раз эта цифра не такая? — Ну, это на порядок, это в 10 раз, наверное. — В 10 раз? — Да, наверное, в 10 раз. — То есть такой дом, как у вас, в этом скандинавском стиле, можно построить за 20 миллионов рублей? — Скандинавский стиль — это минимализм. И не такой дом, да. А первоначальный дом был 120 метров, после чего мы пристроили еще 90. Итого 120-90 — это будет 210 метров, да. — И в детстве? — Он сделан, знаете, из чего? — Из сэндвича. Да, из сэндвича. Сэндвич — это самый дешевый, то, из чего строят бензоколонки и картофельный склад. — А вы когда-нибудь воровали? — Нет. — В детстве, в зрелости, в… — Нет, я не воровал. — Ни идеи, ни… — Нет, ни идеи, ни деньги. — Объясните тогда, как так вышло, что промо-ролик программы «Вести недели» — это прямо копия из робокопа? — Там, где вы выходите и говорите «Я Дмитрий Косилев», с вашего крупного плана начинается, и все красиво и эффектно. — Я не делал этот ролик. Это ж не мое производство, это абсолютно… Я к этому ролику не имею никакого отношения. Я просто снялся и все. — А кто его делал? — Его делал режиссер Илья Шахрай. — Ну вы в нем снимались. — Ну и что? Я что-то украл, что ли? Я не понимаю, вы… — Не-не-не, стоп! — Вы там снимались и вы анонсировали свою программу. — Юрий, я прошу прощения. Я очень не люблю, когда мне говорят «стоп». Не делайте этого больше, ладно? — Хорошо. Свою программу. Это своя программа. — Что? — Вы анонсировали свою программу. Если бы уже снялись в рекламе, в рекламе неважно, шампуня или чего угодно еще, где идея полностью позаимствована, то, разумеется, у меня не было бы вопроса. Но так или иначе, это все-таки близкая вам вещь. — Я написал свой авторский текст, который не украден, а и снялся в этом ролике. Ну и что? — Окей. Вас не смущает то, что это прям калька из… — Абсолютно. — Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. — Владимир Путин как-то сказал, у нас нет никакой и не может быть никак… У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Согласны ли вы с Владимиром Путиным? — Ну, базово, конечно. Да, согласен. — Как вы относитесь к Михаилу Живанецкому? — Ну, он талантливый человек, я очень уважаю его. — Михаил Живанецкий как-то сказал, патриотизм — это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Прав ли Михаил Живанецкий? — Нет. — Объясните, пожалуйста, почему. — Ну, мне кажется, что это просто передергивание, которое, ну, свойственно юмористам. И я здесь не вижу никакой глубокой мысли абсолютно. Потому что без патриотизма мы будем жить еще хуже. У нас не будет государства. Отсутствие государства — это отсутствие нашей культуры, отсутствие наших ценностей. И мы превратимся в курдов тогда, если у нас не будет своего государства. Государство — это резервуар для общества. То есть это резервуар для очень многого. Поэтому без патриотизма мы потеряем Россию. — Как вы относитесь к тезису про то, что когда в обществе очень много говорят про патриотизм, значит, что в этом обществе очень обильно воруют? — Ну, а у нас немного говорят про патриотизм. То есть что значит много? Много — это оценочные осуждения. Много относительно чего? — Президент сказал, что это наша объединительная цель. — Ну, и слава богу, и правильно сделал. Но в Америке про патриотизм говорят больше, чем в России. Там на каждом доме висит американский флаг. У нас такого нет. Поэтому почему-то для других стран мы считаем, что патриотизм — это нормально. А когда мы говорим патриотизм, нам ни в коем случае нельзя говорить про патриотизм. И вам даже, Юрий, кажется, что мы говорим слишком много, и вы почему-то связываете это с воровством. То есть, ну, здесь как бы в огороде базина, а в Киеве дядька. — Ваш брат — гражданин Германии. Когда он переехал и почему? — Нет, мой брат — гражданин США. — Он живет в Германии? — Нет, он не живет в Германии. Вы плохо готовитесь. — Ваша цитата про то, что брат — гражданин Германии. — Откуда? — Возможно, вы говорили. — Нет. У меня… Если вы говорите о Германии, то там у меня живет племянник, то есть сын моего американского брата. — А, окей. Тогда, возможно, неясно. Или я неправильно понял, кто из них гражданин Германии. — Наверное, так. — Когда ваш брат переехал в Соединенные Штаты? — Он переехал… Он очень яркий человек. Он… Вообще, чтобы понять, что с ним произошло, нужно немножко отступить назад. Он закончил медицинский первый мед в Советском Союзе и получил очень хорошее образование домашнее. Свободный английский, свободный французский. Потом он написал диссертацию по… В общем, он закончил санитарно-генический факультет. Написал диссертацию по организации советско-американского сотрудничества в области онкологии. И у него был научным руководителем Блохин Николай Николаевич, академик. И… То есть он стал, так сказать, MD, medical doctor. И поскольку у него были языки, а у Советского Союза была квота в Женеве на пост заместителя генерального секретаря общества… Лиги общества Красного Креста, то он уехал туда на этот очень высокий пост. Будучи относительно молодым парнем. — Это советские времена или… — Советские времена, да, это советские времена. — Прошу прощения, это родной брат? — Да, это родной брат. Мой старший брат Андрей, он старше у него на 8 лет. И он проработал там два срока. То есть он в Швейцарии в Женеве 8 лет, так сказать, прожил и достойно проработал. За это время Советский Союз распался. И он вернулся сюда совершенно с другим опытом и устроился работать в Российский Красный Крест. Российский Красный Крест тогда не исполнял свои функции. Можете представить, что такой Российский Красный Крест в начале 90-х там торговали какими-то участками земли и так далее. Андрею это было все не очень близко. И он уехал в Африку по частному контракту с Красным Крестом, руководителем операции по борьбе с лихорадкой Эбола. Тогда она уже была первый раз. И он... У него оказался в подчинении, так сказать, он собрал всех этих беженцев. 800 тысяч человек. У него жили в палатках, у него была своя авиация, свои там автоколонны, полиция, так сказать. Ну все, это в палатках. Президент, простите. Глава маленького государства. Ну не президент, а это люди, которые рожали, умирали. И, в общем, так сказать, вот такая история. Их нужно было напоить, накормить, вылечить и так далее. Вот. И вот... То есть это... Я считаю, что он сыграл там выдающуюся роль, и это было оценено тоже. И организация объединенных наций. А когда это закончилась, тогда эпидемия, удалось как-то с этим справиться, то Андрей уехал, опять же, по частному контракту, как по персональному в Бурунде, представителем Красного Креста в Бурунде. Ну два года он там, в общем, потом сказал, что я уже отдал все, что я могу для Бурунде. Но поскольку у него в России, в общем, не было ни работы, ничего, то он получил грин-карт по просьбе своей жены, Наде Кожевниковой, она дочка писателя, Вадима Кожевникова. Говорит, поехали в Америку, значит, искать счастье. Ну, поехали туда, поскольку он был... А там есть такая возможность для, как называется, «Persons with Extraordinary Abilities». Специал талант. Да, есть для людей с такими, как бы, особыми, выдающимися способностями, там есть такая, как бы, квота. И он туда поехал. Не сразу у него получилось, но в результате он стал работать в системе государственного здравоохранения, там. И он живет в городе Аврора, под Денбером. Это столица штата Колорадо. Колорадо, да. Но мы, к сожалению, никак не общаемся. И мы, так сказать, наши отношения прервались. И не по моей вине, я там пробовал писать письма, но он настроен, так сказать, против России, к сожалению. И мы виделись в последний раз, когда он приезжал к маме на день рождения. Маме, когда исполнилось 90 лет, и он приехал не в сентябре, когда была дата, а приехал в феврале, когда самый дешевый билет, так я понял. Вот. И… В феврале до или после? Да, после. После, да. И это было в 2005 году, то есть я видел в последний раз, то есть фактически я не видел его 14 лет. В 2005 году? Да, он приезжал. Он был против России, а какая связь была с вами, если вы тогда работали в Украине? Э… Почему ваши отношения тогда… Нет, нет, он против России был вообще… Я приехал специально из Украины для того, чтобы его встретить, и он жил у меня дома в Королеве. Вот. И мы там, я так помню, даже катал его там на воздушном шаре, ну, чтобы как-то доставить ему удовольствие, а он все говорил, что у меня страховки нет на это. Он такой, он американский. А чем вы объясняете то, что не сложились отношения? То есть сейчас я бы понимал, все-таки вы ассоциируетесь с Россией как с государством, а тогда у вас и взгляды были другие? Это было из-за отношения к нашим родителям. Ну, это такая семейная история абсолютно, то есть в ней нет никакой политики. Сын вашего брата — гражданин Германии. Тут я не ошибаюсь уже. Этот самый сын, то есть ваш племянник, воевал в Донецкой Народной Республике. Да. Для начала на стороне ополченцев, я правильно понимаю? Да. Как так получилось? Ну, он сказал, что я русский, и я поеду поддерживать, поеду воевать. Вот и все. И у него погиб командир взвода. Он взял, так сказать, на себя командование. И там награжден даже какой-то медалью, там наградой донецкой. Но сейчас он сидит в тюрьме, Сережа, в Германии. Потому что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на Афоне, вот. И потом поехал куда-то в Болгарию оттуда по монашеским делам. И болгары его арестовали, вот. И отправили в Германию, и он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье, да, там, терроризм, оружие и так далее. За то, что он воевал в непризнанном государстве. Да. Вы общались с ним, насколько я понял, с того интервью в Белоруссии? Мы, да, с ним общались, но мы общались после того, как он вернулся оттуда. Он вернулся совершенно оборванный, в каких-то зимой, в рабочей робе, цвета хаки, там, вот как у вас там порванная коленка, только не специально, а, наверное, так сказать, а вот так, в каком-то там старой дубленке с чужого плеча. То есть он такой вернулся совсем в неприглядном виде. Я, конечно, одел его, и потом он рассказал, что он был там. Он жалел о том, что воевал? Нет. Когда вы общались, вы не спрашивали, или, может быть, это не так становилось понятно, ваша работа каким-то образом повлияла на его желание поехать на Донбасс? Я не знаю. Мы это никак не связывали. Мы не говорили об этом. Если не племянник, а кто-то из ваших сыновей… Я сейчас помогаю семье. У него осталось трое дочерей. И Оля, его жена прекрасная, Оля Киселева, красавица. Она выпускница семинария регенского отделения. Помогаю сейчас этой семье, конечно. Если бы кто-то из ваших сыновей решил отправиться воевать на Донбасс, вы бы его поддержали или попробовали остановить? Ну, я поддержал бы его. Почему? Потому что государственный переворот, который произошел на Украине, это такая жестокая вещь. И если люди в Донбассе не признали этот переворот и хотят сохранить свой образ жизни, свою культуру, и кто-то хочет им помочь, то я считаю это благородное дело. Что они борются за свою жизнь, за жизнь своих детей. Кого вы считаете тремя лучшими журналистами России прямо сейчас? Ну, Александр Рогаткин, наш специальный корреспондент. Специальный корреспондент программы «Вести недели»? Он сейчас ведет эту программу. Он прекрасный совершенно, прекрасный репортер. И если взять из агентства, то Виктор Мараховский, наш обозреватель. Вам нравится программа «60 минут»? Ну, я считаю, что это очень успешный телевизионный проект, и ребята молодцы, конечно, по слову. Мне вообще нравится телевидение. Вы говорили вначале, что вам не нравится русская попса? Ну, или вообще попса, как музыка? Ну, русская попса мне не нравится, да. А вот этот жанр программы, он не близок к той самой попсе? Нет, абсолютно. То есть это журналистика высокого класса. Осенью у вас был сюжет про журналистов года по версии журнала «Тайм». И туда попала журналист «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. И вы, когда комментировали этот список, высказались про нее. Про преступника, который на нее напал. Вы сказали, напал на журналистку, порезав ей кожу на шее. Я специально освежил новостные сводки, которые были после покушения. Там было следующее. Татьяна Фельгенгауэр прооперировали. Вели в состояние искусственные комы и подключили к искусственной вентиляции легких. Я читал ваш комментарий, который вы дали добивкой потом. Говорит Москва. И сказали, что там действительно не было ничего опасного, потому что там не были повреждены связки. Тем не менее, если бы в таком же состоянии... Я сейчас специально оговорюсь. Специально оговорюсь. Не дай бог. И я ни в коем случае, разумеется, этого не желаю. Я просто гипотетически об этом говорю. Если бы, не дай бог, в таком же состоянии искусственная кома, вентиляция легких, реанимация... А казалось бы, например, ваша жена... Вы бы человека, который такое ей нанес, охарактеризовали бы так же, ей порезали кожу на шее? Ну, во-первых, это образ. Во-вторых, у нас всегда... Знаете, даже на фронте, когда было ранение, говорили, а царапина. То есть это... Я здесь не вижу никакой проблем, честно говоря. Просто комментарий как раз был о другом. О том, что... Эхо Москвы представило это как некую политическую историю. Имеющую политическую подоплеку. Более того... Там комментаторы обвиняли даже меня, что это я, значит, создаю атмосферу ненависти такую в стране, что вот люди, значит, этих журналистов эхо Москвы приезжают, значит, резать и убивать. Вот. А комментарий касался журнала «Тайм», что я считаю, что неправомерно поставили Татьяну Фельгенгауэр в компанию преследуемых журналистов. Вот это было главным. А поскольку на нее напал сексуальный маньяк, который сейчас сидит просто в психиатрической лечебнице по приговору суда. Проходит принудительное лечение. Тем не менее. Я сейчас не беру политическую историю. Эхо Москвы. Это дама. Это ранение. Серьезное. Которое... Нужно было вот так закрывать ладонью, потому что кровь хлистала на все стороны. Оно не укражало жизни. Наверное, там было... Говорили бы вы с таким же хронокромием, если бы это касалось вашей жены? Ну, моя жена — это особый человек. Я вообще говорю от нее всегда в превосходной степени. И я никого не хочу сравнивать с моей женой. И мою жену не хочу ни с кем сравнивать. Это ответ. Алексей Венедиктов после этого комментария назвал вас вонючей мразью. Как вы отреагировали, когда это услышали? Никак. Ему ничего не остается, кроме как обзываться. Ну, он слабый человек и, так сказать, выступил в своем стиле. С каких пор у вас плохие отношения с Венедиктовым? На нас вообще нет никаких отношений. Это для меня просто перестало существовать после того, как мы потеряли журналиста Андрея Стейна, наш фотограф, который погиб в Донбассе, которого расстреляли из крупнокалиберного пулемета на танке, а потом и сожгли его в машине. Мы искали его месяц, и нас поддержали все редакции, все коллеги, кроме «Эхо Москвы». Что значит поддержали? Ну, мы искали и добивались ответа у украинцев, которые говорили, что то его видели, то он где-то сидит, там где-то что-то такое. Мы объявили компанию найти Андрея Стенина. И, ну, скажем, «Россия-24» даже вышла со специальной такой меткой и проявила журналистскую солидарность. А «Эхо Москвы» этого не сделало. «Эхо Москвы» во времена, скажем, это характерно для них войны с Грузией, там журналистка называла российскую армию вражеской. И когда два журналиста от «Комсомольской правды» попали в плен, их просто забрали, посадили в какой-то там зиндан, в подземную тюрьму, на «Эхо Москвы» говорили, что они не журналисты, они там типа разведчики, там шпионы и так далее. Их могли просто убить за это. Поэтому я считаю, что… — У журналистов «Лайф-ньюс», по-моему. Не «Комсомольская правда». — По-моему, «Комсомольская правда». — «Лайф-ньюс». — Ну, может, «Лайф-ньюс», не помню там. Но вы знаете об этом случае. — О том, что два журналисты «Лайф-ньюс» были в плену? — Да, да, да. Но «Эхо Москвы» тоже не проявило солидарность. Наоборот, там вышел материал, что они там шпионы, под видом журналистов и так далее. Могли просто кончить. Мне кажется, что они выпадают тем самым из журналистского сообщества. — Как бы вы охарактеризовали сейчас отношения России и Англии? — Ну, из рук вон дурные. — Можно сказать, что мы враги сейчас? — В каком смысле? Ну, как образ, отношения явно не дружесные. Но мы скорее соперники, но всегда были ими. От британского, так сказать, посла Уитварда, который участвовал в заговоре против императора Павла I, до британского посла Локарда, который хотел подкупить, так сказать, латышей, охранявших Ленина, совершить здесь государственный переворот. Так что, ну, целая книга Эндрю и Гордеевски написана о внешнеполитических операциях, как КГБ, так и британских спецслужб. Поэтому традиция сохраняется. — Один из руководителей ВГТРК, канал, на котором вы работаете, Сергей Брилёв, подданный Великобритании. При получении гражданства там произносится фраза «Я такой-то, такой-то торжественно искренне и честно объявляю и подтверждаю, что при становлении британским гражданином я буду верным и сохраню истинную преданность ее величеству, королеве Елизавете II, ее наследникам и преемникам, согласно закону». Как вы думаете, можно ли сохранять преданность английской королеве и при этом действовать в интересах России? — Знаете, у меня в агентстве работают полторы тысячи иностранцев. — В Russia Today? — Нет. Мое агентство называется «Россия сегодня». Поэтому в том числе работают и подданные Великобритании. Они просто исполняют свою работу, они работают журналистами. И я думаю, что также и в ВГТРК могут работать иностранцы, либо люди с двойным гражданством. И это вопрос личного выбора. — Как вы к этому относитесь? К тому, что коллега, который ведет тоже очень важную итоговую программу… — У меня один паспорт, и я отвечаю в данном случае за себя. И у меня нет никакого… Ну, это не моя зона ответственности вообще, честно говоря. У меня работают тоже иностранцы в агентстве. — Давайте уточним. Телеканал Russia Today не имеет отношения к России сегодня? — Юр, вы падаете в моих глазах все ниже и ниже, понимаете? — Да, Russia Today — это телекомпания под названием RT. Она уже так не называется, Russia Today. А ведущее информационное агентство на России называется «Россия сегодня». — Но при этом Russia Today — часть холдинга России сегодня? — Нет. — Значит, я ошибался. Просто РИА Новости выступил в свое время учредителем автономной некоммерческой организации RT — Russia Today, тогда это действительно называлось. Но на этом все отношения закончились. — Вы верующий человек? — Да. — Как вы относитесь к тому, что роль церкви в России сейчас, в общественной жизни России, становится все заметней и заметней? Что она влияет на нее сильнее, чем раньше? — Ну, я считаю, что это положительная история. — Почему? — Церковь нечем заменить. Пытались — не получилось. Церковь — это единственный общественный институт, который профессионально занимается вопросами добра и зла. Церковь как, ну, так сказать, способ организации религиозной жизни представляет религию, а религия задает критерии. Никто, кроме к религии, критерии задать долгосрочные не может. Религии воспроизводят ценности из поколения в поколение. Иначе… И эти критерии всеми принимаются. Без церкви и без религии все расползется и уже расползается. — У Бориса Корчевникова на программе вы рассказали, что были женаты шесть раз и сейчас женаты в седьмой раз. — Я сейчас женат в седьмой раз. — Как так получилось? — Я регистрировал свои юношеские увлечения. То есть в 23 я был уже трижды разведен. А первый раз я женился 18 лет на девушке, с которой мы родились в один день и в один год, в один месяц. Она была у нее первой женщиной, а я был у нее первым мужчиной. Мне казалось, что если любовь, то это навсегда. И… Ну, есть люди, которые… У нас не было детей. И вот Глеб, который здесь, он сын Лены. Это моя четвертая жена. Мы сохранили хорошие отношения. И вот у меня нет, собственно, брошенных детей. — Что заставляло вас в ЗАГС идти все время? — Потому что я говорю, дорогая, если ты хочешь, мы поженимся. — И все хотели? — Все хотели, да. — А вы не могли отказать? — Удивить. А я не имел ничего против. Я считаю, что это навсегда. Ну, слушайте, это студенческие отношения. У нас не было ни хозяйства вообще, ни детей, ничего. Ну, пошли романтично сыграть. Вот Глеб тоже 18 лет пошел. А сколько ты женился? 18 лет. Пошел и, так сказать, тоже женился. Ну, потом развелся. Ну, как бы… — Это традиция сегодня? — Я не могу сказать, что это традиция. Наверное, он тоже решил повторить мою ошибку. — Это правда, что одной из ваших жен была англичанка? — Да. Келли Астон Ричдейл, да. — А как вы познакомились? Сколько прожили вместе? — Мы прожили вместе 6 лет. У нас тоже не было детей. Это было в прошлом веке. И мы познакомились, делая общий проект, общий телевизионный проект «Окно в Европу». Она тоже была таких романтических представлений о жизни. решила, так сказать, ее изменить. Приехала в Россию, по-моему, с кубометром презервативов, значит, чтобы бороться со СПИДом здесь через контрацепцию. Выпускница Кембриджа. И когда выглянула из окна своей гостиницы, жила на Тверской, в Национале, то увидела танки. Это был путь. Ну и как бы поняла, наверное, что жизнь сложнее, чем ее учили до этого. — Что случилось с презервативами? Они пригодились? — Я не знаю. Это было без меня. Она просто рассказывала, я ей этот вопрос не задавал. Наверное, она их раздала. Она такой человек пассионарный. Наверное, как-то она их раздала. — Напомните, на чьи деньги делалась программа «Окно в Европу»? — А мы выиграли грант Европейского Союза и… — По сути, это ЕС давал деньги на то, чтобы вы рассказывали о том, как живет ЕС. — Да. — О прелестях жизни в Евросоюзе. — Да, 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 да. — Уже долгие годы суперхит интернета, фотография, где вы накладываете картоху Петру Порошенко, тогда еще не президента Украины и тогда еще не герою программы «Вести недели». Борису Карчевникову вы сказали, что вы с Порошенко дружили в широком смысле этого слова. Что значит «в широком смысле этого слова»? — Ну, значит, можно дружить же по-разному. «Всегда это мой друг». Ну, вы знаете, так сказать, походи. То есть в широком смысле слова «мы друзья». То есть он входил в широкую дружескую компанию, да. То есть я могу сказать, что у меня есть три друга, или там у меня есть один настоящий друг, либо там сколько-то, да. А можно сказать, что у меня есть сто друзей, да. То есть это люди, которых мы можем пригласить на какие-то юбилеи там или что-то такое. Или тысячи друзей. У меня, наверное, в телефоне около двух тысяч номеров, да. То есть там половина из них, я скажу, ну, это мой друг, да. Когда-то я могу там позвонить, обратиться и так далее. Таким же был в этом смысле, в смысле широкого круга, был Петр Порошенко. Но на самом деле он был… Ведь это ситуация, когда я жарю картошку в такой самой иронии в поварском колпаке и в поварской форме, которую я сейчас шил. У меня же был свой клуб, ну, клуб в смысле компания людей, а не стены, не здания, не недвижимость в Киеве, который назывался «Сковорода». — Кулинарно-элитарный. — Нет, ну, это же философ, так сказать, его называют русский Сократ либо украинский Сократ. На самом деле очень интересный человек, этот «Сковорода». Он мечтал о том, чтобы создать единый славянский язык. И писал на этом языке. Так что… Ну, а это как бы как игра слов, как фамилия «Сковорода». Я купил там большую паэльеру, там жарил картошку и просто… Ну, как некое, так сказать, шоу на заседаниях, на собраниях клуба. — Прошли годы, и Порошенко превратился в главного… в одного из антигероев ваших программ. — Да. — Кто с тех пор изменился? Вы или Петр Порошенко? Ну, и Петр Порошенко изменился, и я тоже, конечно, изменился. Вот, поэтому это нормально, когда люди меняются в течение жизни. — Допускаете ли вы, что через какое-то время, пройдут годы, и про встречи, фотографии вместе с Владимиром Путиным, вы будете говорить так же, что люди меняются и… Вы допускаете, что, допустим, Владимир Путин через десять лет будет антигероем программы, которую вы будете через десять лет вести? — Я не думаю, потому что Путин — очень крепкая сформировавшаяся личность, в отличие от Петра. Петр на совершенно другой закваске человек. — За что вы любите Владимира Путина? — Ну, я скорее уважаю его и… — То есть не любите? — Ну, в каком смысле? Сейчас идет путаница. По-христиански я люблю его, конечно, да. Такой христианской любовью. И я считаю, что он сохранил государство наше. Я считаю, что он даже не просто сохранил, он его создал. И вот эта модель государства, которая будет существовать, слава Богу, и после него — это очень важно. И он вселил в людей надежду. Он улучшил… его решения и его твердость улучшили качество жизни в России. И сделали жизнь в России безопаснее. Как внутри, что касается преступности, так и по внешнему периметру. Он здесь настоящий… Я понимаю, что вы сейчас уцепитесь за это слово. Ну, отец, да, в этом смысле. Потому что психологи говорят, что главная функция отца в семье, как главы семьи — это безопасность. Да, и в этом смысле он, конечно, сыграл такую роль в России на этом переломном этапе. Он, наверное, лучший правитель России за многие века. За многие или за все? Ну, это… Кто был лучше правителем России, по-вашему, кроме Путина? Это слишком такая «лучше-хуже» такая шкала. В чем-то кто-то лучше, в чем-то кто-то хуже. Я думаю, что… Но он сопоставим по масштабу деятельности. Я думаю, что и с Петром, и с Екатериной. Безусловно. Новость прошлой недели. Точнее, даже этой. Там же обновляются в каждой неделе данные. По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Путина достиг исторического минимума. Сейчас он составляет 32,8%. Еще в июле 2018 года этот рейтинг доверия был почти в два раза больше. Почему? Ну, я думаю, что это связано с деятельностью правительства. Все-таки стране нужен экономический рост. И сам, собственно, Путин об этом говорит. В послании достаточно категорично. Но правительство никак не может решить эту задачу. То есть рейтинг упал не из-за Путина, а из-за правительства? Я думаю, что правительство тянет рейтинг Путина вниз, конечно. А вы считаете наше правительство самостоятельным? А что ли самостоятельным? У него есть конституционная обязанность. По конституции правительство отвечает за социально-экономическое положение в стране. И в этом смысле оно самостоятельно. У вас лично в голове не работает связка, когда, например, смотрите низкий рейтинг? У вас не срабатывает, если Путину меньше люди доверяют, значит, я хуже делаю свою работу? Нет, абсолютно. Я работаю не на Путина. То есть мы работаем, наша программа работает на ценности и на Россию, а не на личности. Расскажите тогда вещи, за которые вы Владимира Путина критиковали в программе. Ну, я написал… У меня недавно вышла книжка с Николаем Злобиным. И там я писал, что я… Он говорит, ну а с чем ты не согласен, например, с президентом? Ну, я, например, считаю, что… У нас неверная конструкция власти в России. Я считаю, что президент должен возглавлять правительство. Ну, так как это в Штатах, например, да? А у нас отдельно президент, а отдельно премьер. То есть чтобы он управлял всем? Ну, как Трамп, да. Скажем… Или как американский президент. Чтобы у нас не было премьер-министра, а функции премьер-министра исполнял президент. Ну, например, да? То есть в Америке же нет премьер-министра, да? Вот, собственно, президентская республика. Если она у нас президентская, то я считаю, что президент должен возглавлять у нас правительство. Я считаю, что нам нужно изменить, например, гражданский кодекс. И ввести такую категорию, как гражданский союз. То есть это не однополый брак, а гражданский союз. То есть это другая, собственно, конструкция. Тем самым мы уберем все, так сказать, претензии ЛГБТ, что вот у нас нельзя однополый брак и так далее. Вот, например, гражданский союз. Я считаю, что у нас неверно распределяется партийное время. Знаете вы или нет, но на государственном телевидении считается время, которое выделяется на партийную агитацию и рассказы о партиях. Перед выборами? Да. Нет, вообще постоянно, каждый день. Вот. Раз в месяц государственного телевидения отчитывается о том, сколько времени в эфире рассказывалось о каждой партии. И четыре партии имеют равное время. Таким образом, три четверти времени у нас отдается оппозиция. Я считаю, что это абсолютно ненормальная история. Ну и так далее. Можно много привести, так сказать… Вы не согласны в том, что он не возглавляет правительство? А еще, какие ошибки, на ваш взгляд, допускал Владимир Путин в последнее время? С чем мы с ним не согласны? Понимаете, какая штука, что… Это можно назвать ошибками, а можно назвать… Дмитрий. …неисполненной задачей. Это что, ошибка или нет? Вот неисполненная задача. Вот, скажем, постановка задачи достигнуть экономического роста темпами выше среднемировых. Но вот никак не растет кокос. Понимаете, какая штука. Я понимаю, что это связано с санкциями. Но… И там чем-то еще может быть. Опять же, я не экономист. Но эта задача должна быть исполнена обязательно. И Путин сам говорит, что… Он отвечает за все как президент. И вот эта задача пока не исполнена. Я не могу назвать это ошибкой, потому что… Не знаю, у кого бы она получилась… У кого получилось бы решить эту задачу, но пока не получается. А ошибок не было? Собственно, вот это моя самая… То есть Путин человек, который не допускает ошибок? Нет, наверное, допускает. Он, я думаю, что иногда слишком доверчиво относится к людям. И, кстати, он же… Я думаю, сам жалеет, что слишком доверчиво в свое время отнесся и к Западу и так далее. То есть это… Я думаю, что он сам знает свои ошибки здесь. Я думаю, что были человеческие, кадровые тоже ошибки, о которых он сожалеет. В каких вы отношениях с Сергеем Ивановым? Мы… Ни в каких отношениях. Мы учились вместе на одном факультете, на филологическом факультете, но мы тогда не были знакомы. Сергея Иванова я, может быть, видел два раза в жизни. Он на три-четыре курса старше вас? Да. Да. Но мы тогда не были знакомы. Он учился на специальном отделении, так называется специальное отделение «Русский язык для иностранцев». И у него был шведский. Второй – первый английский. Но это были… Это было специальное отделение для КГБ, что ли, или там как-то вот так. Там были только мальчики, и они, так сказать, у них была карьера по линии спецслужб. Мне приходилось слышать, что вы-то как раз там познакомились. И когда Иванов с Путиным перебрались в Москву, они вам протежировали. Это правда? У вас ненадежные источники информации, да. То есть они меня не протежировали. Абсолютно. Я говорю, что мы не были знакомы. И Сергей Борисович, я его так и называю, однажды просто позвонил мне. Это был единственный звонок в жизни. И пригласил президента. И президент тогда сказал, что вот у него есть идея назначить меня руководителем агентства. И это была обычная встреча перед назначением, которую он обычно проводит. Собственно, и все. Так что у меня нет каких-то особых отношений с Сергеем Борисовичем Ивановым. Мы близки к концу. Еще несколько вопросов от «Чайника». В своих программах вы часто говорите про то, какое количество проблем в западном мире. Когда я это вижу, у меня возникает один вопрос. Вот почему при всех этих проблемах средний заработок гражданина Германии и Франции, он или в четыре, или почти в четыре раза выше среднего заработка гражданина моей страны? Как так получается? У нас было слишком много революции, слишком много социальных экспериментов. Мы сами себя этим разрушаем. Поэтому революция оказывает разрушительное воздействие. А что касается Советского Союза, то это был тупиковый ветвь развития, эволюции человеческой. И мы вышли из Советского Союза с одной стороны с большими техническими достижениями, а с другой стороны с таким отрицательным социальным опытом, к которому относится ждевенчество, неумение жить в рыночной экономике. Рынок оказался гораздо сложнее, чем просто некая саморегулирующаяся система. И мы до сих пор осваиваем рынок и демократию. С некоторой долей романтизма отдаемся вот этой стихии и набиваем себе шишки. Но при этом революция революциями, но у нас огромные природные ресурсы. И нефти, и вы помните, сколько она стоила в нулевых годах этого века, у нас гораздо больше, чем и у Германии, и у Франции. И по другим природным ресурсам мы тоже весьма хороши. Как так получается? И кто виноват в том, что, имея все вот эти ресурсы, мы живем хуже, чем в Германии и Франции? Я уже сказал, что мы не умеем пользоваться рынком. Нам негому и некогда, и негде этому было научиться. Западные цивилизации в этом рынке жили весь двадцатый век, а мы нет. И мы вышли, ну, как говорил Кучма, второй президент Украины, словно из зоопарка выпустили. Это какая-то там демократия, когда все выпустили там. И давайте, так сказать, наложили свою жизнь. Некому было... Это первое, да? Вот. И второе, что сейчас, конечно, оказывают воздействие на нас и западные санкции. Мы не умеем пользоваться. Это мы те, кто здесь живет? Мы страна. Или те, кто нами руководит? Ну, они тоже здесь живут. Я думаю, что все не умеют этим пользоваться достаточно. И те, кто руководят, тоже? Конечно. А Владимир Путин? Ну, он часть... Он же наш. Он лучший из того, что у нас сейчас есть, да? Но, к сожалению, так сказать... Понимаете, какая штука? Не все зависит от одного человека. Я бы здесь не стал, как бы, выстраивать тоталитарную систему снизу. Нужно тоже начать с себя. К сожалению, рынок делают и рядовые люди. Они знают свой маневр на рынке. А наши люди своего маневра на рынке не обязательно знают. И не обязательно хотят эти маневры делать. Но за то, как устроен рынок и как распределяются доходы от нефти, отвечаем не мы с вами, как участники рынка, а отвечают люди, которые руководят. Но я чего-то не понимаю. Ну... И это тоже тема. Наверное, можно построить эту систему более совершенной. Я здесь не специалист. А кто специалист? Ну, имеется в виду из тех, кто мог бы это построить, из тех, кто руководит государством. Ну, я думаю, что правительство и парламент. Вы помните первую встречу с Владимиром Путиным? Я... Нет, не помню. Но это было когда-то давно, когда Путин пригласил главных редакторов и журналистов с тем, чтобы поздравить с Толис десятилетиями... там, двадцатилетиями вестей, что-то такое было связано с этим в Сочи. Это... вторая половина нулевых когда это было? Ну да, да. Это что-то было тогда. Угу. Каким он вам показался тогда? Ну, в личном общении, а уже не в экранном? Ну, мне представляется, что он в близком общении, вот в таком, без телевидения, выглядит даже лучше, чем по телевидению. Даже лучше? Да. Перед Блицем финальный вопрос. Вы попросили, чтобы на этом интервью присутствовали ваши дети. Просто вопрос. Как вы считаете, эти парни, которые здесь присутствуют, вами гордятся? Я уверен. Блиц, я спрашиваю коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Деньги или честь? Честь. Конкурс! Что вы принесли нам в подарок, Дмитрий? Я привез бутылку шампанского, который мы производим в Коктебеле. Коктебель? Да, Коктебель, да. Это лучшее шампанское в России. Мы, кстати, выиграли даже гран-при на международном конкурсе. Вот сейчас был 22-й международный конкурс под эгидой международной организации вина и виноградарства. И там французы возглавляли жюри по шампанскому. И в закрытой дегустации мы лучшая шампанское России. Я вам привез огромный магнум, плюс свою книжку с Колей Злобиным и майку «Рэп-фестиваль». В Коктебеле. В Коктебеле, да, 2019. Прекрасно. Мы монтажом сбоку подложим все эти подарки. Конкурс, друзья, очень простой. Мы не обращались к мемам, которые вы производили там 3-4-5 лет назад, когда вы были прям на вершине хайпа. Но один мы все-таки вспомним. Задание для наших зрителей очень простое. Расскажите в комментариях такую историю из вашей жизни, про которую можно было бы сказать, к которой можно было бы применить знаменитый мем Дмитрия Киселева «Совпадение? Не думаю». Та история, которая понравится нам больше всего, желательно, конечно, чтобы она выглядела правдоподобно, но, разумеется, мы оцениваем самые разные вещи, в том числе веселье, искрометность и прочие-прочие-прочие штуки. Тому мы и отправим этот замечательный приз. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо. Итоги конкурса, а точнее конкурса одного самого ожидаемого конкурса, в котором мы разыгрываем очень дорогой приз от Константина Хабенского. Если кто-то забыл, Константин Хабенский прямо во время записи снял часы со своей руки. Часы мне вручал чел, который был на Луне. И предложил разыграть его среди наших зрителей. Нужно было придумать сценарий, с которым Константин Хабенский поедет покорять Голливуд. Ну, или набросок того самого сценария. Мы целый год не могли определить победителя, в том числе потому, что слишком дорогой, слишком важный приз. И мы предложили Константину поучаствовать в выборе. Константин выбрал двух претендентов, а из этих двух претендентов мы уже выбрали внутри нашей программы. Итак, победил Артем Узлов, у которого следующий синопсис. Герой Хабенского держит пансионат в Швейцарии, в который приезжают люди, чтобы покончить с жизнью. Там их ждет ужин с живописным видом на озеро и лес, стакан с водой, в который добавлен яд и последний в их жизни разговор с владельцем пансионата. После беседы с ним никто не решается выпить яд. То есть он спасает сотни жизней. Впоследствии принимается закон о запрете такого рода учреждений. В это же время приезжает последний клиент. В беседе с ним он рассказывает о своей жизни, и мы узнаем, что он бывший нацист, руководитель агитации и пропаганды, сбежавший в Швейцарию. Впервые придя к этому озеру, он хотел покончить с жизнью, но не решился. После спасения последнего он выпивает воду и умирает. Поздравляем, мы свяжемся с победителем и максимально бережно отправим вот эти замечательные часы. Ура! Остальные победители конкурса в следующих выпусках в Дудя. В этом году мы постараемся не тянуть так сильно, как затянули с конкурсом после выпуска Константина Хабенского.